День Победы Владивосток Выставку в рамках проекта «Живи и помни» открыли 4 мая в средней школе номер 62, специально для юного покорения. Героев комиксов Марвела знает каждый российский школьник, а вот героев Великой Отечественной войны узнают с трудом, хотя практически в каждой семье есть прадед-фронтовик. О моем прадедушке мне рассказали, мои родители рассказали, сколько лет ему было, когда началась война. Ему было всего 15 лет. Он пошел на фронт в 1942 году. Был пулеметчиком, был ранен, лежал в госпитале, но оттуда лежал всего за неделю. У него было очень много медалей, но они, к сожалению, не сохранились на данный момент. Эта выставка – отличный повод для молодого поколения узнать историю семьи, узнать о героях, которыми были их прадеды, рассмотреть пожелтевшие фото родных, когда-то юных и полных сил. И, может быть, прочувствовать ту непростую судьбу, которая выпала на долю тех, кто попал в горнила самой кровопролитной войны в истории человечества. В семьях это все равно живет и память всегда есть. Если мы говорим о проекте, нам не нужно было детей как-то уговаривать, чтобы они приняли в этом участие. Они с большим удовольствием делали это сами. 8 мая на первый путь железнодорожного вокзала прибыл поезд «Победы». Целый состав с военной техникой. На платформах легендарная «Катюша», противотанковая 45-мм пушка образца 1942 года и грузовой автомобиль ЗИС-5, так называемая «трехтонка». Во главе состава – паровоз. Его построили в 1951 году на Ворошиловском заводе имени Октябрьской революции. Почетными пассажирами паровоза стали ветераны Великой Отечественной войны и Дальневосточной железной дороги. Песня «Катюша» Проект «Локомотива», который носил официальное название «Победа», разработали в конце Великой Отечественной войны. Паровозу присвоили серию «Л» по фамилии главного конструктора – Льва Лебедянского. 9 мая ретро-поезд «Победы» впервые прошел от вокзала до корабельной набережной и встал напротив музейного комплекса «Подводная лодка С-56». Эта традиция будет соблюдаться каждый год. Я надеюсь, наших ветеранов будем чить память и всем потомкам, которые будем передавать вот эту традицию в городе Владивостоке. Свои ассоциации с Великой Отечественной войной представили приморские художники на выставке «Великая Победа» в экспозиции более 30 картин. Все произведения объединяет одна идея – «Мы все дети той войны, в которой участвовали наши отцы, деды и прадеды». Самая масштабная работа – пятиметровый диптих «Битва», который создал один из инициаторов выставки Олег Подскочин. Один черно-белая фотография, другая цветная фотография. Но этот персонаж – это просто я в два года, я тут как автор присутствую. Присутствие безоблачного детства в этом жестоком, вообще ужасном событии. Заметили, если все, по сути дела, все композиционно и все математически движется слева направо, здесь все наоборот, справа налево. То есть здесь все действия происходят на заход солнца, на запад. История выставки началась в 2015 году, когда был организован проект «Краски Победы». В тот юбилейный год экспозицию разместили не в залах, а в палатках на Корабельной набережной. «Однозначно мне это интересно, и мы сопереживаем историю войны. Понятно, что мы, ну, допустим, мое поколение выросло на этом, воспитано на этом. Мы по-прежнему едины в том, что это великая победа российского народа. И речь только о том, какой ценой, и мы не хотели бы, чтобы это подавалось с неким восторгом». «Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!» Празднование 9 мая во Владивостоке началось с парада войск и боевой техники Владивостокского гарнизона. Открыло шествие рота барабанщиков, воспитанников Нахимовского военно-морского училища города Владивостока. В парадном строю прошли знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации и Знаменем Победы. И личный состав – порт Артурской авиационной базы морской авиации Тихоокеанского флота. Более 50 единиц боевой техники проехало в составе парадных расчетов. После – тысячи владивостокцев с портретами своих родственников-фронтовиков прошли по улице Светландской. Жители Приморской столицы в шестой раз принимали участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Приморцы внесли свой неоценимый вклад в общее дело Победы. В каждой семье есть свой герой. В этом году портреты своих родных, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, несли более 35 тысяч горожан. И несмотря на то, что события тех лет уходят все дальше в прошлое, память о войне и ее героях с годами не меркнет. Светлана Садова, Екатерина Матвеева, Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.